Со дня выборов самоуправления прошло 100 дней. 100 дней, которые в буквальном смысле слова потрясли не только наш город, но и Латвию. Отработав менее двух месяцев, новая объединенная команда Согласия и МОСУ партия, испытание временем не прошла. И вот уже в Даугвопилсе новый мэр, новая коалиция. А вчерашние партнеры Андрей Элксниш и Рихард Эгим находятся по разные стороны баррикад. В Даугвопилсе участие в выборах самоуправления приняло 13 партий, но только три из них получили депутатские мандаты. Это Латгальская партия, Согласия и МОСУ партия. Представители других же политических сил за происходящими событиями в думских коридорах сегодня наблюдают со стороны. И вот что об этом говорят. Нужно решать всякие хозяйственные вопросы, нужно очень серьезно заниматься привлечением финансирования структурных фондов. Но это как бы, мне кажется, сейчас уходит на второй план. И об этом, может быть, мы меньше думаем, и городская дума меньше думает, потому что идут какие-то политические дебаты. Я бы сказал, даже немножко такой спектакль, который, может быть, мне как жителю города уже немножко и надоел. Видно, что в городе выборы не закончились, и по истечению 100 дней со дня выборов они точно так же и продолжаются. И, конечно, господин Элкснич, как он лгал своему избирателю, так он и лжет дальше и просто закидывает грязью оппонентов. Данные депутаты не намерены на решение вопросов городского хозяйства, а они будут просто искать возможность, как оклеветать человека. Но, к сожалению, эти 100 дней были деструктивными. За исключением кадровых вопросов, никакие другие проблемы не решались. Нравится это кому-либо или не нравится, но факт остается фактом. И неприятно было то, что вот это время, почти 100 дней, уважаемые мной все депутаты, ограничились только оскорблением друг друга. Эгим тоже оказался в выигрыше, он стал мэром. Он, я надеюсь, что будет конструктивно работать с Латгальской партией, все-таки опыт работы в Сайме и вообще уже повзрослел. Я думаю, что он не будет допускать тех ошибок, которые он допускал ранее, будучи мэром. И я бы очень хотела, чтобы вот эта коалиция прежде всего поняла одну простую вещь, что городское хозяйство только тогда будет развиваться, когда руководителями любых структур будут не политические назначенцы, а будут специалисты. К сожалению, за этот промежуток времени, что господин Элксенч был мэром, хозяйственная деятельность, хозяйственная работа была подменена политическими разборками. Здесь не должно быть больше политики в работе депутатов самоуправления, здесь должно быть больше хозяйственной деятельности. Мнение жителей Дагу пылся на происходящие события в городе и, в частности, в самоуправлении разделилось. Сторонники партии Согласия настаивают на перевыборах. В свою очередь, их оппоненты требуют оставить в покое действующую власть, чтобы они могли спокойно начать свою работу. А что думают об этом политики? Помогут ли перевыборы стабилизировать ситуацию в городе? На данный момент есть дееспособная власть в городе. Она составляет из девяти депутатов, которые могут спокойно работать. И, конечно, работая предыдущие четыре года, я могу сказать так, что не всегда, может быть, находили консенсус с господином Лачплессисом по конкретным вопросам, но для того она и есть коалиция. В коалиции решаются все вопросы. Я не знаю, есть ли повод для этого. Если, конечно, все время коалиции будут меняться, надо смотреть юридически, это является поводом, не является, но, возможно, это мог бы быть выходом из ситуации. Потому что я, как житель Дага-Былса, мне важно, чтобы город развивался. Абсолютно не наш выход. Показали и предыдущие выборы, и нынешние выборы. Голосуют за тех, кто цицеронистее выступает. Вот наобещают мешок у торбу, моментально наш народ клюет. Нужно отдать должное, Андрей Элксенч наобещал мешок у торбу. Ну, например, муниципальные аптеки. Но глупость несусветная. Если сеть не может себе позволить снизить цены, то сейчас 2-3 муниципальных аптеки будут продавать бесплатные чуть ли не лекарства. Ерунда абсолютная. Или следующее заявление. Бесплатный проезд. Вот сейчас это опять муссируется. Всех горожан. И в то же самое время нет ответа на то, а сколько сейчас вообще-то уже самоправление и свое бюджет платит. А сейчас уже не много, не мало, вообще 6 миллионов. Поэтому ничего не изменится. Появится, предположим, отвечая на наш вопрос, еще очередной обещалки. И опять полетим за него голосовать. А тот, кто говорит, что будет на самом деле, кстати, я даже про себя хочу сказать. Я всегда отличалась тем, что я говорила так, как оно есть. И, естественно, это моментально негативная реакция. Как так? А вот он обещает. А то, что он не выполнил, моментально забывается. Вот ищем другого обещалки. Это, к сожалению, это наш менталитет. Как известно, делать какие-либо прогнозы – занятие неблагодарное. И тем не менее, каким может быть дальнейшее развитие ситуации? Насколько сильна сегодняшняя коалиция? И сможет ли она преодолеть своих 100 дней правления? Я очень надеюсь, что мы все протянем эти 100 дней и встретимся, и будем говорить. Посмотрим. Господин Эйгем отработает довольно успешно в городе Даугавпилсе. Будет он мэром как минимум до выборов САИМ. Так как на данный момент он является членом Зеленой партии и Союза Зеленых и Крестьян, они сегодня руководят правительством. И, конечно, это дает дополнительную возможность городу Даугавпилсу получать финансирование от и государственного бюджета, и от перераспределения еврофондов, если какая-то из программ не выполняется. Ну, я верю, что господину Эйгему хватит опыта, мудрости, не поступать так, как предыдущий его коллега не будет исключительно тянуть одеяло на себя, а будет балансировать, обсуждать, вести диалог. Если ему это удастся, то тогда стабильность в городе будет обеспечена, пойдут проекты, пойдет нормальная работа. Если этого не будет, к сожалению, чехарда, вот это перевороты будет постоянно. Ну, не знаю, что-то нет у меня уверенности. Нет у меня уверенности. Хотя чисто человечески я бы очень хотела, чтобы эта коалиция, вне зависимости, симпатизирую я ей или не симпатизирую, чтобы она отработала 4 года. Продолжение следует...